здравствуйте приветствую вас на канале самара гисы вы смотрите программу о животных с необычным названием хочу домой ведь замечу животные которые родились под открытым небом или стали жертвами жестокого и безответственного обращения людей вследствие чего они также оказались на улицах тоже хотят домой и так вкратце что вы сегодня увидите в нашем эфире это конечно видео визитки о собаках и кошках которым ищут настоящее время новых владельцев обращаю ваше внимание что если вам понравилась собака или кошка но сегодня кстати визитки будут только о собаках все телефоны указаны в конце визиток если вы не успели записать номер телефона то все видео визитки повторяются не один раз в эфире телеканала самара гис и самое главное все видео все видео визитки вы сможете посмотреть на сайте нашего телеканала далее после визиток вы увидите сюжет пора купать собак это конечно может сделать самому день мыть в ванной или на улице под шлангом холодной воды что кстати не смывает на самом деле всю грязь собаки но все же лучше довериться профессионалу и тогда перед вами предстанет совсем другая собака кстати вот об этом вы в сюжете и посмотрите и конечно главное по сценарию программа это разговор студии сегодня у нас а инна тарасенко а вот ее новую должность я называть не буду так как она сделает это сама тем более и но нас последнее время стала довольно-таки частым гостем и и для этого конечно есть повод то что и сегодня снова пришла к нам в студию итак здравствуйте что произошло в вашей жизни что произошло в жизни приютов расскажите пожалуйста с 1 апреля флагман вет является не только самым большим реабилитационным центром для бездомных животных самарском регионе но и получил право осуществлять здесь муниципальный контракт на отлов и стерилизацию животных и у нас появился третий объект это приют в козелках где собственно мы сейчас активно налаживаем дела и собственно тоже теперь ищем для собак новой семьи в настоящее время какое количество собак есть вот соединить все этих три объекта если соединить все три я думаю что около тысячи около тысячи да да как вы управляетесь с таким хозяйством откуда откуда финансирование берется в принципе или кто вам помогает и какие волонтеры по поводу волонтеров попозже да кто помогает и финансирование вы знаете конечно же все думаю может быть и не все понимают то что любой государственный контракт он обеспечивается изначально той организации которая его получает да то есть это постфактум оплата работы поэтому сейчас обеспечиваем всех животных мы непосредственно учредители флагман вет и конечно это очень непросто потому что так сложилось что совпало до ситуация экономическая с тем что мы вышли на контракт буквально один к одному сейчас конечно очень непросто но тем не менее находим выкручиваемся стараемся какие-то доходы мы получаем от своей ветеринарной деятельности как и прежде но есть конечно неравнодушные люди которые помогают нам кормами препаратами поддерживаем друг друга как можем скажите все таки вот совсем недавно я опять услышал информацию но или на на уровне пока слухов хотя я всегда стараюсь мониторить вот эту ситуацию все таки возможно ли возврат к автоназии я об этом ничего не слышала скажу честно но конечно же это противоречит законодательству да которое принято на федеральном уровне большое количество собак и мы все таки не справляемся и особенно вот агрессивных собак знаете италия я за семь лет работы видела тысячи собак я не помню ни одной может быть какие-то совсем единичные случаи собаки которая была бы безусловно агрессивной и не поддавалась какой-то адаптации я сказала бы что скорее существует неисправимо неконтактные животные то есть которые получают никакого удовольствия от контакта с человеком но они не пытаются его съесть они как правило просто пытаются любой ценой устраниться от любого взаимодействия с ним сказать что это угрожает нет потому что основная угроза для жителей это стаи в стаи собака думаю со мной согласитесь часто ведет себя совершенно не так как она вела бы себя поодиночке когда эту стаю разделяют получается что каждый участник этой группировки он совершенно разную занимает роль да вот в этой вот коалиции есть зачинщики конечно эти зачинщики крупные какие-то как правило кобели да и они должны конечно же содержаться в приюте до поиска семьи потому что буквально недавно такой у нас пёс маршал который совершенно был не контактен с другими собаками конечно же мог пугать людей хотя в принципе никогда агрессии к ним не проявлял то что очень очень крупный видный пёс он уехал в семью то есть люди приехали уже в козелки забрали его сейчас они абсолютно довольно счастливы то есть такие собаки должны быть распределены по семьям хорошо вот приходит семья которая никогда в жизни не имела собаку и человек говорит я хочу себе собаку но вы же понимаете о том что когда человек берет и себе домой собаку и он никогда с этим не сталкивался ему необходимо ну дать какие-то знания элементарные у нас получается что отдают собаку и человеку который совершенно не знает как к ней подходить и что делать и как воздействовать на собаку в той или иной ситуации возможно ли какая-то сейчас все-таки на связь с нормальными кинологами с адекватными нормальными кинологами которые понимают что такое бытовое управление что так то что такое просто даже содержание собаки любой собаки неважно породистый беспородный именно дома это остро необходимо так как только так мы сможем минимизировать во первых возвратность просто даже научить человек конечно надо дать команду рядом потому что непонятно дела не берут собаку и они что они назад возвращают потому что они оказывается сталкиваются с огромным количеством вот этих всех неудобств мы стараемся давать сразу же контакты кинологов передаем конечно мы не можем человека принудить да на сто процентов это сделать но как правило сейчас ситуация такая что количество людей которые забирают животных на самом деле снижается но я бы сказала что увеличивается осознанность принятия решение то есть сейчас люди в связи с разными факторами это решение принимает более взвешено и тем самым все-таки стараются обращаться кинологу при каких-либо проблемах с собакой конечно же основные проблемы возникают при проживании в квартире на все-таки загородном доме более такая ситуация лояльная во многих отношениях это времяпрепровождение это нахождение без хозяина на закрытой территории все же это более допустимо чем в там в квартире однокомнатной где-нибудь многоквартирном доме и конечно же основная городская проблема это крупные крупные собаки которые пугают людей а поэтому у нас основная целевая аудитория для пристройства конечно же ты жители загородных домов и так время смотреть виде визитки и обратите внимание посмотрите сможет вам понравится какая-нибудь из собачек и вы осчастливить ее тем что возьмете к себе домой и если вы принимаете это решение то конечно не забывайте что любую собаку нужно воспитывать прежде чем она начнет вас понимать как говорится с полу слова это пес в настоящее время находится в приюте ему ищут свой дом и ответственного владельца зовут его одной но сотрудники приюта ему дали еще одно прозвище из-за необычной симпатичной окраски тигра сейчас ему около трех лет у тигрика очень покладистый характер он добрый парень но не очень любит других собак в целом в семью детьми он подойдет спокойно будет верным другом будет играть но в квартире я думаю жить ему будет не очень просто он очень любит долгие прогулки любит бегать прыгать всяческие всевозможные активности и поэтому наверное ему будет комфортно жить в первую очередь в загородном доме однажды его уже брали в семью но по медицинским показаниям владельцу пришлось вернуть его снова в приют в настоящее время но и снова ищут хозяина если вы заинтересовались этой собакой звоните по телефону 8 девятьсот восемьдесят семь девяносто семьсот четыре восемьдесят четыре внимание собаки ищут хозяина эту замечательную собаку зовут фрея ей примерно полтора года нашли ее щенком в гаражном массиве на несколько недель екатерина смогла оставить щенка у себя дома но в силу того что у нее уже были кошка и собака фрею пришлось определить приют уже более года екатерина периодически гуляет с ней вывозит на выставке чтобы найти ей нового хозяина у екатерины все еще теплится надежда найти своей подопечной домашние условия содержания эта собака очень добрая но очень любит детей людей вообще с моими котом и собакой она всегда очень дружелюбно относилась в общем она идеальный друг на всю жизнь и так внимание этой красивой собаки ищут нового хозяина фрея очень хочется уйти из приюта если вы хотите взять фрею к себе домой звоните по телефону 8 девятьсот тридцать семь девятьсот восемьдесят четыре восемьдесят два ноль два шелковистая ухоженная шерсть видно что еще несколько месяцев назад собака жила в квартире а нашли ее живущей подъезде многоквартирного дома не всем жильцам это соседство понравилось вот и определили ее в приют назвали ее глория и сейчас и ищут нового владельца жить домашней собаки в приюте не очень сладко очень ласковая очень послушная замечательно ходит на поводке знает команды характер очень хороший очень добрый с другими собаками с другими животными контактирует очень хорошо агрессии не проявляет ни к людям не к животным этой собаке по кличке глория нужен свой домашний хозяин и теплый и уютный дом если вы хотите забрать эту собаку из приюта сводите по телефону восемь девятьсот восемьдесят семь девяносто семьсот четыре восемьдесят четыре а рыжий пес с черной маски на морде этому щенку около пяти месяцев и ему очень нужен свой дом и ответственный владелец будет крупный нашли на улице неравнодушные люди по характеру по характеру хороший игривый здоровый щенок щенок с хорошей психикой с устойчивой к другим животным относится лояльно к людям относится хорошо поиграть любит погулять на поводке любит заберите этого щенка из приюта к себе домой если он вам понравился звоните по телефону восемь девятьсот восемьдесят семь девятьсот семь ноль четыре восемьдесят четыре итак не устаю разрушать стереотип мнений когда люди говорят что лучше взять щенка он якобы будет свой родной уверяя вас брать может собаку и кошку как щенком так и во взрослом состоянии они прекрасно адаптируются к новой семье ну а и напомню на студии инна тарасенко и на следующий вопрос смотрите человек пришел и взял собаку какие-то документы какие-то договора есть у вас да конечно они заполняют договор ответственного владения он заполняется в двух экземплярах там мы указываем все номера для связи начиная от главного ветеринарного врача до кинологов специалистов по грумингу в том числе мы указываем то есть все 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 партнерские программы вет диетологи если например там требуется какая-то спец диета мы также поддерживаем всех наших выпускников в плане медицинского обеспечения то есть если у нас нет какого-то узкого специалиста мы всегда помогаем договориться это сделать сторонние клиники также с нашими партнерскими программами они могут получать там дополнительные скидки потому что сейчас это очень актуально и в этом плане конечно мы обеспечиваем я считаю максимально новую семью всем необходимым теперь вопрос который все таки я хотел задать вот смотрите компания которая была раньше отлавливала собак были к этой компании были было очень много нареканий со стороны жителей города и со стороны волонтеров вы как-то сейчас уже настроились на то что вы тоже все таки мне кажется будете получать те же самые нарекания или может быть нет или что-то вы будете сейчас исправлять что на ваш взгляд сейчас нужно сделать для того чтобы хоть как-то исправить ситуацию понятно что пристраивать собак можно как бы десятилетиями да и всех естественно мы не пристроим но тем не менее сокращать количество собак все таки нужно же смотрите нет ничего хуже чем переделывать за кем-то всегда лучше да создать заново мы параллельно работали долгие годы в своей сфере деятельности я думаю что у людей которые нас знают и знают чем мы занимались все эти годы у них к нам вопросов меньше всего что касается тяжелой неразрешимой проблемы между двумя враждующими лагерями это теми людьми которые не безразличны к тому как отлавливаются собаки как живут собаки после отлова куда они потом исчезают или появляются в каком-то непонятном месте и между людьми которые просто хотят чтобы их не было вот это наверное самая сложно разрешимая и серьезная задача которая стоит между нами потому что эти два лагеря нужно каким-то образом примирить не самое простое время скажем так вот смотрите на сейчас программа сергей семак ее пытается как-то внедрить и кстати об этом мы тоже говорили что может действительно в каждом районе сделать по своему что-то вроде инспектору но я тоже предлагал как бы в тсж в толстых и так далее человек который будет знать где какие собаки есть у вас планируется проведение такой вот работы мы уже эту работу проводим и на самом деле практически с первого апреля нам удалось силами участковых в каждом районе города уже отловить собак которые действительно представляли опасность и были непредсказуемы в каком-то моменте это крупные собаки которые пошли на контакт с определенными человеком на других они опять же проявляли какую-либо там активность нежелательно вот и они сейчас находятся у нас в приюте собственно я считаю что это очень помогает потому что команды бригады ловцов они не могут конечно охватить такое количество заявок выездов не каждый выезд первых увенчивается успехом надо это понимать потому что если мы говорим о какой-то стае в 20 собак одну ты поймал на 19 от тебя убежали естественно через пять минут они к тебе не вернутся соответственно ты можешь ехать 19 раз пока ты не достигнешь успеха конечно в этом плане участковые очень сильно помогают они мониторят ситуацию они понимают где может возникнуть ситуация до того еще как она возникнет на самом деле это участковые те которые участковые полицейские эти участковые опекуны мы так называем то есть это программа сергея симака у нас по его программе город разделен на участке на каждом участке есть главный участковый да и те кто ему помогает они мониторят ситуацию и соответственно передают нам данные что вот здесь 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 либо если у нас экстренная какая-то заявка даже то время которое мы тратим на дорогу находясь непонятно да в какой точке в этот момент они могут быстрее добраться до этого места и сразу же нам объяснить какая ситуация на самом деле потому что здесь все же тоже в каком-то смысле есть своя информационная такая да не знаю как сказать перепалка между людьми кто-то перегибает кто-то не договаривает да и вот понять как на самом деле это очень важно материально-техническая база сейчас будет ли как-то улучшаться конечно если вы говорите об усовершенствовании приюта да и даже не совершенствовании приюта наверное больше всего это способ отлова потому что в том числе как вы говорите что человек бегает с сачком за собакой это довольно сложно и практически вы знаете да вот по претензии в принципе к подрядным организациям по всей россии практически мы не говорим только нашим регионы применимо они были в том что конечно же не контактную собаку поймать на петлю сачок и точно не поможет это возможно но то что будет происходить после да наверное если ты задумываешься о гуманности и о том что это могут увидеть дети или люди которые вообще это просто не готовы увидеть обращение это огромное количество было и по этому поводу в том числе наша задача поймать собаку так чтобы это было максимально эффективно и максимально гуманно потому что петля как правило да она может оставить какие-то непоправимые последствия в отношении шейных позвонков или еще чего то потому что крупные собаки естественно перегибают тоже в плане своего вот этого стресса в этот момент и конечно непредсказуемость да понятно что они кусают лапцов и много бросить на людей которые рядом рядом как по поводу использования все-таки ружей ружей это главное наше там перспективное скажем так направление потому что мы активно общаемся с командой зоозащиты нижний новгород это те кто уже долгие годы применяет дротики и ружья специальные для ловли неконтактных собак конечно же они разделяются зависимости от дальности выстрела то есть есть собаки которым ты можешь подойти на метр есть собаки которым ты не подойдешь и на 5 а вот все-таки по поводу помните у нас был как-то прошлом году с вами разговор по поводу лаушек таких некие некие небольшие ангары можете вам на мысль подтолкну я помню вы говорили о том что туда можно зайти всем на какой-то корм на приманку и потом его да это вот вы говорили да я соответственно да можем действительно вот такие вот это хорошая история но мы сейчас конечно первым в россии кто изобрел инновации да кто изобрел это для больших стаи конечно это интересно но это такая некая стратегическая да история где нужно действительно сидеть в засаде и ждать конечно это дает максимальный результат за максимально может быть там короткий период времени один день потратил но поймал например там 20 собак вот главный же вопрос заключается в том куда потом их выпускать потому что максимальное количество обращений подкрепляются фразы только не привозите обратно да это сложно вот так как у нас на данный момент не существует объекта для длительного содержания пожизненного животных о которой мы собственно уже не один год говорим мы будем здесь вот в самом уязвимом положении потому что не выпускать нельзя иначе мы не сможем принимать новых собак на стерилизацию выпускать туда где есть учебные заведения там и прочие места где люди категорически против того чтобы проживали собаки тоже нельзя но есть и другие законы с которым вы согласитесь если откуда-то убыло там обязательно прибудет конечно а я сейчас вас прерву потому что у нас есть уже кстати коротко вы тысячи собак тысячи собак вы как-то купаете их получается да у нас даже есть целая история связана хорошо давайте сейчас предлагаю перейти к очередной рубрике практические советы нужно ли мыть собаку как часто и почему мы советуем это делать в зоосалонах ну либо просто хотят хотя бы посмотрите что и что и как там делают и может какой-то опыт перенять для себя купать или не купать собаку вот в чем вопрос для бродячих собак он практически не актуален они сами решают принимать им водные процедуры или нет и редко кто видел чтобы дворняжка сама зашла в речку и поплыла так если по грудь другое дело с домашними питомцами которые живут рядом с человеком мало кто потерпит грязное и линяющее животное дома а посему периодически возникает вопрос как часто стоит купать собаку где это делать и и если не самому то куда везти по мере загрязнения если собака линяет мы ее купаем и вычесываем если собака начинает пахнуть либо у нее появляется перхость мы собаку купаем и вычесываем то есть все зависит от индивидуальных особенностей шерсть и конкретной собаки минимум раз в месяц желательно весна время когда обязательно стоит обратить внимание на своего питомца и провести с ним водно-очистительные процедуры причем не важно где живет собака в квартире или во дворе дома если мы говорим про собак которые живут на улице у них обязательно когда собака линяет то есть это весна и осень мы счесываем старую шерсть промываем собаку даем возможность трясти новую шерсть все это сделаем даст шампунем если собака на улице живет и она просто запачкалась да мы можем просто воды сам с каким-то же зоу шампунем помыть и более того заметим помывка собаки холодной водой из под крана не даст эффекта чистоты только намочит шерсть обрызгивание прохладной водой больше подходит жаркую погоду для охлаждения организма купать самому или отвезти собаку в зоосалон индивидуальный выбор каждого владельца но по отзывам лучше все-таки потратиться и свозить четвероногого к специалисту ведь кроме мытья вашего питомца там делают и так называемую модную в последние годы экспресс линьку экспресс линька это комплекс включающий себя вычесывание собаки убирание старого бачошка купание собаки со специальным шампунем и специальным бальзамом выдувание собаки компрессором и еще одно счесывание то есть после экспресс линьки не остается шерсти на собаке которая будет выпадать максимально убирается вся мертвая шерсть думаем мы доказали полезность очистительных водных процедур теперь выбор за вами и как приятно когда заводишь собаку в салон страшную страшную а после узнаешь ее с трудом итак вопрос как покупаете собаки вообще возможно ли всех собак искупать или просто полить их водой ну конечно особо жаркие дни мы поливаем собак водой особенно в нашем реабилитационном центре в лопатина мы там стоим в поле конечно у нас очень жарко но у нас есть целый ритуал мы возим их купать на озеро вот у нас там есть озера они у нас плавают когда бегают прыгают за мечом собаки которые не убегают ну конечно конечно да и что касается наведения именно красоты в таком полном масштабе у нас есть конечно же партнерство со многими груминг салонами у нас есть прям целые ритуалы красоты когда мы переделываем собак которые были в не самом лучшем состоянии делаем из них суперзвезд совместно и конечно же так они быстрее могут найти себе дом как правило кстати это касается собак терьеристого типа так называемых бородачей как у кого очень много шерсти да эту шерсть конечно за ней нужно ухаживать и конечно когда они там приезжают грязные свалявшиеся такие грустные а потом они выходят из салона совершенно в другом виде но это удивительное ощущение поэтому мы с радостью всегда вступаем в эти партнерские программы большое спасибо но и на очень последний последний вопрос и краткий все-таки сейчас первое действие да планируете ли вы все-таки как-то взаимодействие с волонтерами которые постоянно ругали вот это предприятие на которые вы зашли ну конечно же понимаете что большинство волонтеров за семь лет деятельности пред идущий да я их в принципе уже знаю и у нас нет никаких проблем в том чтобы выстраивать какую-то связь у нас есть дни посещения люди приходят навещают того кого не хотят навестить естественно они там ограничены по сравнению с другими потому что объект направлен в первую очередь на беспрерывную работу по отлову и стерилизации поэтому у нас только два дня которые можно посещать животных но с утра до вечера когда люди могут привезти какие-то гостиницы подарки и прочее и конечно же ну люди знают как нас найти в соцсетях знают наши телефоны просто нас знают поэтому если честно я не думаю что здесь могут быть какие-то проблемы ну что ж большое спасибо ну а к сожалению время нашей программы завершилось еще раз хочу обратить внимание всех кто посмотрел нашу передачу все видеовизитки вы сможете увидеть на повторах на телеканале самара гиз и каждая наша программа оригинального эфира повторяется не один раз ну и самое главное вся информация есть на нашем сайте телеканала самара гиз просто не поленитесь подойти набрать это все дело найти на это потратить может всего лишь несколько минут но вы возьмете себе эту собаку которую кстати мы тех собак которые мы тестируем и у вас будет нормальный хороший друг в вашем доме ну а мы прощаемся с вами до свидания вы смотрели программу хочу домой